Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро всем, кто нас слушает. В эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья помогает нам включать «Зелёную лампу» сегодня. Это психолог и экзистенциальный психотерапевт Ирина Салим. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились с нами побеседовать и помочь. Потому что на этой неделе «Зелёная лампа» включается, чтобы помочь собрать деньги на организацию детского лагеря «Лето бабочек». Он называется и этот лагерь уже несколько лет существует в летнее время. Детки с тяжёлыми диагнозами проводят специальный реабилитационный курс в этом лагере «Скулты. Лето бабочек». И наш телефон 930-6384, евро 42 цента за звонок, работает всю неделю до следующего вторника в помощь этому лагерю. Мы знаем, что обычно такие коллективные проекты люди реагируют более сдержанно, чем на конкретную помощь, скажем, какому-то конкретному ребёнку. Ну да, вроде лагерь, детки с инвалидностью, тяжёлые. Ну, вроде, пускай бы это была какая-то социальная государственная программа, но ситуация такова, какова она есть. Нет этих социальных программ, но есть конкретные 20 семей, конкретные детки, которые очень ждут этого лагеря, и для них это, знаете, не то что, ну, своего рода, может быть… Реабилитация, практически. Да, и они настолько не избалованные, что для них это самый большой праздник в году, они ждут его даже больше, чем Нового года. И на нашем сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа», вот зайдите, посмотрите, там конкретные фотографии конкретных деток, их конкретные истории, многих из них мы знаем лично. И вы тоже знаете лично, потому что мы помогали им, наша программа тоже над ними шествует, мы публиковали их фотографии, истории. В общем, это очень адресный проект. Оля, мы должны сказать, что организует этот лагерь, замечательное такое общество благотворительное, ПАЛЭДЗСМЛВ, мы тоже их знаем, они были гостями нашими, они уже несколько лет это делают. И сейчас в благотворительном фонде «БиОпен» открыт счёт помощи, он тоже указан в нашей статье, да, то есть можно помочь совершенно конкретно этим деткам, которые летом падут в этот специальный лагерь «Лето бабочек». Мне очень название нравится. Напоминаем, что гости наши – психолог и психотерапевт Ирина Салим. Ирина, а давайте вот с такого вопроса сразу начнем. Сейчас говорят, что жизнь у нас такая, что никак без психологов не обойтись, вообще не прожить. Что вы думаете по этому поводу? Ну да. Ну, в первую очередь я бы хотела поздороваться со всеми и с ведущими в студии. Спасибо большое за ваше приглашение и с радиослушателями. И сказать, да, вот ещё раз спасибо, потому что я являюсь таким активным слушателем и участником, тем, которого не видно. Я тот, который звонит. А теперь видно. Да, а теперь видно. И на самом деле я почти каждый вторник, очень удачно получается, что я нахожусь в это время в автомобиле и еду на один из домашних визитов, вот, кстати, к тем семьям, к тем людям, о которых мы сегодня говорим. И я слушаю эту передачу и всегда, ну, с большим таким душевным трепетом, волнением, меня очень радует, когда я слышу, что собраны деньги и в таких достаточных количествах. Это меня всегда очень-очень воодушевляет, что люди отзываются. Так что спасибо ещё раз за эту передачу. Ну да. Вот, отвечая на ваш вопрос, ну, как же никуда без психологов? Очень даже куда. Можно без психологов жить и неплохо, но хотя надо признаться, что время сейчас такое, что без работы наше братье не остаётся. И я не могу сказать, что это сильно радует, потому что я радуюсь, когда я могу сказать своим пациентам, те, которые... У меня делятся мои, те, с кем я работаю, на пациентах и клиентах, потому что я работаю в детской палеоативной службе, на палеоативный уход за детьми и психологом. И вот те люди, с кем я работаю, они для меня пациенты. Вот, а моя терапевтическая практика клиентов. Так вот, я рада говорить своим и клиентам, и пациентам, как хорошо, что я вам больше не нужна. Да, лучше будет, чтобы я вам была не нужна. Но, к сожалению, бываю нужна. И особенно в это время. Хотя, надо сказать, что для моих пациентов, которыми я работаю, больницы, клиентные службы, я не могу сказать, что очень-очень-очень сильно что-то поменялось, потому что их жизнь и так, к сожалению, довольно изолированная. То есть то, с чем мы столкнулись с вот этой пандемией, люди, которые не имеют таких сложностей, для них это вообще-то такая жизнь. Они чувствуют себя отдельными от общества. И именно поэтому, кстати, вот такой вот лагерь, когда семьи могут собраться, когда могут общаться, когда есть ощущение общности, когда есть возможность увидеть и быть рядом, близко с такими же людьми, у которых такие же сложности, как я сейчас могу, это ценнейшая вещь. И здесь вот мы порой очень часто забываем вот в этой гонке современного мира, что вообще-то не только достижения, не только деньги, не только успех, там слава, какие-то выражаемые материальные, какими-то вещами, вообще-то это не то, что приносит счастье, это не то, что приносит удовлетворение. А удовлетворение и счастье, ну что хочешь, делай, приносят всё-таки вещи нематериальные. И вот этот вот лагерь, который, кстати, без материального невозможного из наших денег, которые мы можем нам пожертвовать и помочь, он принесёт вот именно то самое настоящее человеческое, такое духовное, душевное. Слово удовлетворение мне даже не нравится, такое ощущение жизни. И моменты радости, потому что вот эти мамочки, которые, у которых на руках годами находится больной ребёнок, и которые, особенно те, которые оказались в одиночестве, один на один с этими своими проблемами, у которых, может быть, нет какой-то семейной поддержки или какого-то крепкого дружественного круга, для них этот лагерь – это просто действительно такой осколочек счастья, который потом греет их всё лето. Потому что, например, каждый раз эти вот прекрасные команды, девушки из Палыдзе СМЛВ, которые придумывают программу, они придумывают для мам отдельную какую-нибудь радость. Они приглашают косметологов, массажистов, они делают какой-то там показ мод, и мамы на несколько часов просто отвлекаются от своего горя. В это время волонтёры и педагоги занимаются с детьми, и у них просто вырастают крылья. Как руководитель фонда Палыдзе СМЛВ, она говорит, что её больше всего, скажем, тронуло до слёз, когда к ней подошёл один папа и практически расплакался, и сказал, спасибо вам большое, я видел свою жену счастливой. Этого не было уже много лет. То есть вот это такие вещи. Почему мы говорим, что без материальной поддержки это невозможно? Потому что действительно там очень большая программа, и волонтёры, которые работают бесплатно, и какие-то фирмы и компании, которые могут что-то дать, там продукты или спортивный инвентарь. В общем, средства финансов собираются вот так вот понемножечку всем миром, кто сколько может. И в конечном итоге вот происходит вот это чудо и это праздник. Там есть, например, семья, там один очень тяжело больной ребёнок, и ещё двое деток, и мама, и папа. Это пять человек. Для них даже вот какая-то поездка и экскурсия куда-то, это уже, в общем-то, для бюджета достаточно такое, ну как, труднопроходимое вообще мероприятие. Поэтому лагерь для родителей и для деток, и их братиков и сестёр здоровых, да, чтобы они вместе могли провести это время, он бесплатный. Поэтому мы просим вас откликнуться. Напомню телефон. У кого-то, да, может быть, у кого-то есть знакомые фирмы и компании, которые могут вот чуть-чуть подкинуть какие-то средства на это доброе дело. Вот у нас банковские реквизиты официальные, значит, и даже налоговое облегчение имеют фирмы и компании, которые… Ну и проценты с этих денег не берутся, мы напоминаем, да? Которые перечисляют. Они опубликованы в рубрике «Зелёная лампа» на сайте micnews.lv. 9306384, наш телефончик. Ирина Салим, психолог и экзистенциальный психотерапевт. Наша гостья сегодня помогает нам включать «Зелёную лампу». Ирина, вот вы работаете как раз с этими семьями, где такие тяжёлые детки. Скажите, вот как в обществе, вот на ваш взгляд, да, многолетней практики, как в обществе относятся к таким семьям? Потому что мамы очень часто жалуются на непонимание. Да, на непонимание и по разным, разным тоже причинам. Хотя мне кажется, что в последнее время, может быть, я просто в такой среде живу, очень принимающей такой, да. Но я, со своей стороны, тоже пытаюсь вот среди тех, кто из моих, ну, знакомых в первую очередь, да, которые, может быть, не сталкиваются каждый день как-то распространять эту мысль, что мы все мы люди, и все мы попадаем в сложные ситуации. И сейчас, когда я вижу родителей, к сожалению, реже, чем мне хотелось бы, да, и это то, о чём я говорю с нашими родителями тоже, что когда мы выходим на улицу с детьми, как-то видно, что у них больно лампились, как-то видно, что с ним, ну, условно говоря, не всё в порядке с точки зрения здоровья. Вот. Но таким образом мы делаем обществу, ну, какую-то такую прививку, да, то есть люди привыкают. И это нужна большая смелость. К сожалению, в нашем обществе нужна для этого определённая смелость. Потому что действительно, ну, есть, ну, сталкиваются. Ну, когда ты заходишь на транспорт, это крайне сложно. Я хоть в транспорте с ребёнком, который может в любой момент у него может возникнуть какая-то потребность, которую он может удовлетворить, и он может, ну, довольно шумно себя вести, да. Или, представляете, вот, уезжаешь из дома с поляской, вокруг проводки, там у тебя плюс оксиметр, тут у тебя питальное, там, питание подключено к гастросломе, там у тебя абсос, потому что ребёнок не может сам глотать, да. И вот это вот, ты выходишь со всей этой аппаратурой, и, конечно, будет смелость, да. И быть под этими взглядами, удивлёнными, ну, разными, да. Даже я уж, насколько я привычна, когда я вижу на улицу, когда идёт, ну, я смотрю всегда с удовольствием, с радостью, с улыбкой. Меня очень радует, когда я вижу вот такую картину, когда мама, папа, семья есть с ребёнком, который особенный. И видно, как они его любят, и как они... Как он объединяет вокруг себя, семью, кстати. Дети у них огромный род. Вот это удивительно, да. Да, и вот, знаете, ещё вот очень такая вот, когда вы тоже рассказывали про лагерь, я вспоминала о том, что, как родители рассказывают, вот вы говорите, на лето, да, на лето им удовольствие, радость, воспоминания, тепло. Не на лето. Это и на зиму, а иногда и на год. Люди через год, через два, через три вспоминают, как им помогло это время, когда они были в лагерь, как им помогло это время, когда они могли действительно немножко повернуться к себе. Я вспоминаю одну историю, одна мама долго не могла понять, почему я с ней работаю. Говорит, ну, вы же для ребёнка, вы же для детей, вы же в детской больнице. Я говорю, ну, вообще-то нет. Я не очень могу помочь вашему ребёнку в силу того, что он не очень может идти со мной на контакт. Но помогая маме, я совершенно точно, просто вот почти напрямую помогаю ребёнку. Потому что мама – это его всё. Мама – это его руки, мама – это его жизнь, мама – это их... Мама, чаще всего, это мама. Конечно, есть очень... И у нас есть такие папы, которые... Не представьте, как папы могут работать со своими детям. Но преимущественно это мама, конечно. Хотя и бабушка. Получается, вся с ней обычно. И помогая родителям, помогая взрослым, совершенно точно помогают детям. Потому что каждый из нас создаёт вот эту атмосферу. И когда взрослые в напряжении, когда взрослые не понимают, что с ними происходит, какой смысл вообще в этом всём происходящий, как быть со своей жизнью, как дальше жить, куда идти, как распределять ресурсы, в том числе любые ресурсы, материальные, время, психологические, всё. И когда вот это напряжение есть, вообще-то, ну, ребёнок это не может ничего. И поэтому, помогая взрослым, мы совершенно точно помогаем детям. У меня нет ни малейшего. Ирина, а как у нас обстоит вообще дело? У нас есть какая-то программа государственная психологической помощи именно родителям вот этих тяжёлых деток? Ну, вот я работаю в службе палеотивного вот это петьми, это отделение Рижской детской клинической, ну, южно-клинической больницы, нет, отельской, наверное, по-моему, с вами что-то, с теми, отельской больницы. И там в нашей службе организована помощь, ну, на мой взгляд, очень хорошо. Потому что, надо сказать, что первое, с чем сталкиваются родители, когда обнаруживается, что вот они вот попали в этой ситуации, или родился больной ребенок, или в результате травмы что-то произошло, или генетическое заболевание вдруг в каком-то возрасте начало развиваться. Первое, с чем сталкиваются родители, конечно, это шок, непонимание, непринятие. И, знаете, вот в этот момент психологическая помощь, с одной стороны, нужна, но это кризисная помощь. То есть, это можно просто быть рядом. Быть рядом и слушать. но самое главное, что происходит, это в первую очередь медицинская помощь, да, и у нас, конечно, это в первую очередь врачи больницы, и когда уже ребенок уходит в больнице домой, то так-то встречается, ну, уже даже немножко раньше в больнице наша служба. И это у нас потрясающие врачи, которые могут уже когда-либо на том помогать, решать вопросы, связанные с медицинскими делами. У нас потрясающие медсестры, я, я, так сказать, такого уровня профессионализма, ну, как-то мне даже не приходилось еще сталкиваться. У нас социальные работники, знаете, вот есть такая, как там в обществе такое взлетает, что, ну, социальные службы, в нашли люди. То, что я вижу у нас, какую помощь они оказывают, просто всесторонние, помочь, это же, это, кстати, это надо оформить кучу документов. Это нужно понять, на что ты можешь претендовать. Нет, там, социальные пособия по инвалидности, по уходу, там, какие-то связанные с транспортными перевозками, потому что перевозить таких детей очень сложно, да, это очень дорого. Одна машина может стоить, если откуда-то ехать из регионов, там, 100-150 лет, да, то есть это вот тоже наши специальные работники помогают или бывают связанные с, ну, не только с пособиями, там, нужно специальные кровати, ну, как национальные такие, да, ну, масса вещей, которыми родители не стали, и их нужно решать быстро, то есть нет времени месяцами ждать, да, вся команда подключается, у нас есть капелланы, духовные работники, которые очень делают большую работу, можно понять вообще, что произошло, какие смыслы происходящего. Это вы говорите именно о детках, которым нужен палеотивный, да, а если мы, скажем, будем говорить об аутистах или о детях с ДЦП, то есть вот там... Мне сложно говорить о том, что происходит в этой сфере, потому что я глубоко погружена в свою, но мне кажется, что так, как происходит у нас, там такого нет, да, вот, к сожалению. Хотя я думаю, что такая помощь тоже очень нужна, потому что ну, сложно родителям самим справиться. Что мы делаем, да, мы пытаемся понять, что произошло, психологически, что произошло, как с этим быть, какой вообще смысл в этом, какой смысл в этом представлении, да, какие делать выборы. Иногда родители такой-то делают очень сложный выбор, и помочь им, не значит направить их, да, но помочь им увидеть, как, что они для себя считают приемными, да, вот, ну, и, ну, вообще, что касается деток вот с аутизмом и с ДТП, которые не попадают в наш уход, потому что, я думаю, что здесь идет немножко, может быть, когда мы говорим о паллиативной службе, да, есть такое в обществе мнение, что паллиативный уход это значит скоро человек должен умереть. Когда мы говорим о взрослых, это, ну, так, в большей мере и есть, хотя можно паллиативный уход осуществлять тяжелобольные инсульты, это может быть и долго, не знаем. А в детском паллиативе на самом деле не так уж и часто мы встречаемся со смертью. Мы встречаемся с очень многими годами в общем-то жизни. Ирина, можно мы вас на секундочку, на минуточку прервем? У нас сейчас небольшая рекламная пауза, мы просто вот это очень важная тема, мы продолжим во второй части сразу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что наша гостья сегодня психолог и социальный психотерапевт Ирина Салим. И мы остановились на очень-очень важной теме. Вот просто сейчас и продолжим. Это детки и родители. Как себя чувствуют родители и как можно помочь детям и их семьям, что касается палеотивной службы? Где работает, собственно, Ирина? Ну да, вот это то, о чём я говорила, что палеотивный уход за детьми это чаще всего очень долгосрочный проект. Он может начинаться буквально от родления и даже до совершеннолетия, потому что речь идёт о том, что ребёнок тяжело болен, и он просто не может жить в таком простом, обыкновенном уходе. Очень часто это нужны специальные аппараты, специальное питание, смеси, которые могут подаваться ему не через рот, а через зонт, зонт, специальный такой господин, который вставляет в темноте лудок. Ну, ребёнок может глотать, например, ну, разные причины. Или там специальные аппараты для ткани. Ну, в общем, и болеют эти дети совершенно по-другому. То есть обыкновенная медицина с этим не может справляться, они просто не знают, что с этим делать. Именно поэтому и есть палеотивная служба, врачи, которые именно с такими случаями, они знают, дети болеют иначе. То, что помогает здоровому ребёнку, совершенно не подходит к случаю. Вообще даже страшно представить, что ощущает и чувствует мама в такой ситуации. И вот вы говорили в первой части программы об особых смыслах. Вот давайте про это немножко. о чём надо думать, чтобы просто не сойти с ума? О чём надо думать, чтобы просто не сойти с ума вот этой маме? Да, у меня это такой вопрос, это когда всё это только начинается, когда это первые вот месяцы, тогда действительно я сталкиваюсь в своей работе с вопросом, как не сойти с ума. У меня даже была одна мама, которая у меня была в периоде такой-то излости, отрицания. Я видела, что я прихожу, что она на меня излился, и в больнице ещё тогда они были в больнице, и я видела, что она не всегда рада меня видеть, но при этом она меня не прогоняет, грубо говоря. И потом она мне сказала, мне было важно, чтобы вы приходили, чтобы вы увидели, если я вдруг начну сходить с ума. И у меня всё в порядке. Самое удивительное, что эти дети, которые попали, родители, которые попали в эту ситуацию, очень сильно меняется жизнь и меняется в сторону как это странно звучит, но в сторону духовного роста. Вроде по-другому начинается принимать жизнь, по-другому начинается принимать те неизбежности, что в жизни приходит. Приходится принимать очень сложные решения. и здесь напрямую сталкиваемся с тем, у нас у людей такая иллюзия, что мы, когда делаем какой-то выбор, мы выбираем между чем-то хорошим и плохим. Ассалютная иллюзия. Во-первых, мы никогда не знаем, куда приведёт наш выбор. Это всегда неизвестно. Мы делаем выбор между одной фантазией и другой фантазией. И куда эта фантазия приведёт, не знаем. а родители, у которых больные дети, вообще-то они делают выбор между одним не очень хорошим и другим не очень хорошим. Между одним страданием и другим страданием. И вот этот выбор того, выбираешь, как ты будешь страдать. На самом деле, этот выбор делаем мы все. Мы думаем, что у нас такая счастливая жизнь. Если мы каждый заглянем в свою жизнь, мы все делаем выбор между одним страданием и переживанием и другим. Ни один выбор не приносит ничего сто процентов хорошего. И вот это умение жить в этой неизвестности, которая всё время потому, что ребёнок в любом моменте что-то может случиться. В том, что жизнь приносит. И это отражается вообще-то на всей жизни, когда люди могут с этим справиться, родители, то тогда их жизнь очень сильно меняется и часто меняется не в худшую сторону. Я знаю случаи, когда мамина жизнь изменилась. Вы знаете, это совершенно потрясающе. Её ребёнок не успел вдохнуть даже воздух. То есть он умер ещё, будучи в животе. Но его жизнь имела настолько огромное смысле, что мамина жизнь просто перевернулась. Она стала жить иначе. вот такой вопрос о смыслах. Мы никогда и не знаем. Иногда говорят, какой смысл в этом ребёнке, какой смысл в его жизни. Огромный. Он своим появлением меняет мир настолько окружение. И окружение влияет дальше. И чаще всего лучше стоит. Вы знаете, вот удивительная вещь. Абсолютно мы с вами согласны. У нас в программе было много таких семей. Причём крайне тяжёлые были случаи. Один случай просто перепахал, что называется. У нас в маленьком посёлочке далеко за Ригой молодая девушка родила очень двух тяжело больных. Ну, совершенно тяжело. ДЦП в очень тяжёлой форме. И мучилась она довольно долго. Через какое-то время она встретила молодого человека. Он её полюбил вместе с её детьми. Он её принял. Они вот мы видели, мы были у них, он там пёк пирожок какой-то угощал. И у них родился третий мальчик совершенно здоровый, к счастью. И вот эта счастливая семья, на которых смотришь и понимаешь, это любовь. И многие очень мамы за пять лет существования программы, уже шестой год зелёная лампа, они не сговариваясь говорят, не сговариваясь, что вот этот ребёнок, я поняла, зачем он пришёл ко мне. Он пришёл принести любовь в мою жизнь. Вот просто разные совершенно люди из разных городов, они говорят вот это, приходит к такому выводу. А святые отцы считают, что если вам предоставилась возможность каким-то образом пересечься с таким ребёнком, или очно, или даже каким-то образом заочно, и вы можете чем-то помочь, или мыслью, или словом, или душевным каким-то теплом, или вот то, что мы говорим, что наша программа это самый простой способ, просто материально. Вот как мы можем помочь? Есть чужая боль, чужое горе, чужое страдание, вот как мы можем помочь? Самое простое прийти в рубрику «Зелёная лампа» и посмотреть, кому можно помочь на этой неделе. И на этой неделе мы просим помощи именно вот, даже понятно, что для детей, дети получают радость, но, наверное, даже больше для этих мам, о которых мы говорим, потому что мы даже не можем себе представить, какие вот испытания на их долю выпали. Телефон 9-00-6384, а реквизиты для перечислений в рубрике «Зелёная лампа» на сайте mixnews.lv. на счёт не берутся проценты, мы всё время напоминаем. Это так. Ирина, расскажите о проектах палеотивного общества вот этого, что там делается, что происходит? Ну, да, помимо вот такой регулярной, ежедневной работы по помощи медицинской, 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 есть такие очень хорошие активности, например, действительно, больной ребёнок он не может остаться один. И получается, что кто-то к нему всё время должен быть привязан, кто-то должен быть рядом. И невозможно 24 часа в сутки той же самой маме или папе быть рядом. Поэтому сейчас один из последних проектов, на мой взгляд, совершенно необходимый, это няня важные моменты жизни. Сейчас, может быть, вы даже знаете, что у нас были такие программы. Да, и вот сейчас делают, мало ли что происходит, какая-то, ну или свадьба, то есть это соц-няня, то есть это няня, которая может позвонить и сказать, вот мне нос там завтра или через день. И это специально обученные специалисты, няня, которые умеют обращаться со всеми аппаратами, там оттасывающими с оксиметрами, там умеют кормить через специальные такие вот барошины, сутки, я не знаю, по-русски называется, вот, то есть можно позвонить и завтра она у тебя будет. Но это бесплатная услуга? Абсолютно бесплатная для родителей и вообще-то это не дешевая процедура, потому что это действительно очень нужно серьезно обучать людей, да, но для родителей это абсолютно бесплатно. И вот это тоже, ну, есть действие. Но это большое достижение, потому что раньше этого не было. Потрясающе, конечно. Да, ну да, и еще одна такая активность очень важная как раз в связи с тем вопросом, который я задавался, что как общество воспринимает семьи с такими детками и 15 июня будет такая большая онлайн конференция и есть портал «Тилты Ленуа», мосты объединяет «Тилты Ленуа», «ЛВ». В одно слово, да? Да, «Тилты Ленуа» одним словом и туда можно тоже зайти, зарегистрироваться и участвовать. И там будут участвовать семьи, самоуправления, государственные учреждения для того, чтобы ну, вообще-то вообще-то то же самое «Пашево» и государственным учреждениям тоже неплохо бы познакомиться, потому что это ощущение, что они живут в своих мирах и не соприкасаются с реальными проблемами такого. Да, очень любопытно, кстати, что в разных «Пашево-Алдейбах», в разных городах и районах существует разная система по компенсации обустройства подъемников для кресел. Некоторые вот просто вообще никаким образом не участвуют и не оплачивают. И они даже не понимают, что вообще-то это вопрос жизни или нежизни. Ты можешь выйти из дома или ты не можешь выйти из дома. Или ты живешь в четырех стенах в окошке, или ты выходишь в пир и едешь. Я уже не говорю там дальше про съезды на тротуарах и так далее. Хотя бы из дома. Потому что огромные деньги родители тратят на то, чтобы переоборудовать свой дом, чтобы можно было если там в свой национальный как раз, и чтобы он мог переезжать из одной комнаты и подать в ванную комнату. Те простые вещи, которые нам с вами даже не задуманы, с детьми и со спросами тоже, которые с особенными потребностями, это все превращается в квест. И в серьезное, ну, такое, материальное должно быть тогда вложение. И вообще-то даже, когда уже все оборудовано, это все равно целый процесс. Так что очень нужна помощь. и самим эта семья вряд ли возможно. Даже при тех, когда сказалось, ну, сейчас немножко повысили пособие. Ну, что это такое? Потребности огромные, и все это очень дорого. Очень дорого. Любая маленькая штучка, которая, которая серьезно облегчает вещь, она может стоить сотни, иногда, тысяч. это не подъем. И не говоря о том, например, что этим детям нужны постоянные реабилитации, реабилитационные курсы, которые родителям приходится оплачивать, и именно поэтому они обращаются в благотворительные фонды, и над некоторыми семьями мы шествуем несколько лет, потому что это нужно постоянно, это не разовая история, это не то, что сделал операцию. Такие истории тоже есть. И речь идет и об ассистентах, и о нянечках, которые не оплачиваются, о медикаментах, о реабилитационных курсах, и вот туда уходят все средства, все пособия и по инвалидности, и по уходу, и поэтому на какие-то там, скажем, развлечения или радости абсолютно у этих семей нет не, скажем, каких-то даже внутренних ресурсов, чтобы это организовать для ребенка, да, и не говоря о том, что оплатить, поэтому вот этот лагерь, о котором мы сегодня рассказываем, это очень важная красивая история, потому что дети попадают действительно в другой мир, туда приезжают, они заказывают и шары, и пузыри надувают мыльные, дети с ними играют, и аниматоров, и актеров каких-то костюмированных, и психологов, и художники приезжают, вот это все волонтеры, которые с ними занимаются рисунком, и мамы там рисуют у них арт-терапия, и психологи с мамами занимаются, и надувные какие-то замки, по которым вот я очень трогательный момент, что дети, которые на колясках, у которых ножки вот не работают, или которые могут просто вот с ходунками стоять, их запускают в этот надувной вот как этот, как замок, как горка надувная, и вот они там радостно резвятся, потому что там стоять на ногах не надо, они получают огромную радость. Так что, если у вас есть знакомые фирмы и компании, которые могут откликнуться, получить налоговые льготы, заходите в рубрику «зеленая лампа» на сайте mixnews.lv, это мы прям вдалбливаем в вас эту информацию и немножечко помогите. Ирина, еще вот такой аспект этой проблемы в семьях, где есть больные дети, очень часто есть и здоровые братики и сестрички. Вот им какая-то нужна специальная помощь психолога, например, психотерапевта? Я думаю, что очень нужна, потому что ну там с разных сторон. К сожалению, часто случается так, что ребенок, у которого особые потребности, он действительно очень много времени требует, но он забирает огромную часть ресурсов. И здоровые дети порой остаются, ну нельзя сказать, что они забыты, но, скажем так, им не достается столько, сколько возможно им бы хотелось от родителей. И, конечно, они порой от этого могут, ну, если не страдать, то, по крайней мере, испытывать такие серьезные переживания. И вот помочь понять, что происходит, как-то отыграть это, отыграть, в том числе, с психологом, психотерапевтом, в каких-то видах именно для детей ориентированных методик и способов. Это было бы очень неплохо. Ну вот мне кажется, что детям очень нужно. И родителям совершенно точно нужно, потому что вы сейчас как-то рассказывали об улыбках, о том, какая радость происходит в лагере. Я думала о том, что вообще детки с особыми потребностями в большинстве случаев находятся в довольно симбиотической связи с родителями. А что это значит? Что эмоционально они вообще-то на одной волне. То есть то, как чувствует себя ребенок, так себя чувствует мама, и наоборот, как себя чувствует мама, так себя чувствует ребенок. И поэтому, когда вот в этом лагере создаются условия, когда они могут радоваться, то они заражают друг друга радостью. Мама заражает ребенка, ребенок заражает маму. И вот в этом вот состоянии они могут какое-то время жить и вспоминать об этом, и радоваться. И это очень важно, потому что, ну, все-таки, мне кажется, в жизни должно быть очень много мусора. То есть такой кукон создается, в котором их окружают из этой радости, и какое-то время они могут более полноценно, более, ну, радоваться жизни могут, скажем так. И в то же время, вы знаете, вот когда я говорю о радости, мне иногда спрашивают, как ты можешь каждый день встречаться с страданиями? Вот и мы спрашиваем. Да. Знаете, вот здесь, наверное, как раз мне очень помогает мое такое экстенциальное видение человека вообще. Я вот прям спрошу, вы когда-нибудь видели человека, который не страдал бы? Я не знаю, меня не встречают. Вообще-то какие-то страдания, переживания, это неотъемлемая часть человека, более того, человека растущего. В невинности, вот когда вот всё кругом розовое, пушистое, и всё удовлетворено, ну вот такая моя убеждённость, что в таком состоянии душа не растёт. Душа как-то вот остаётся вот в этой розовой подушке и не движется. Душа произрастает из боли, к сожалению, из страданий, из переживаний, из столкновения с неизбежным, из столкновения с собственным бессилием, с какими-то такими вещами, которые люди часто хотят избежать, а на самом деле избегая этого, мы избегаем самой жизни. Потому что жизнь в том числе состоит из этих вещей. И это является как своего рода такой благодатной почвы для произрастания. И поэтому я не могу сказать, что я спокойно к этому отношусь. Иногда очень сложно переживаю и мне приходится перейти к своим помощникам, терапевту своему собственному, которому я хожу, к ревизорам. Но в то же время я понимаю, что без этого страдания, моего собственного страдания не произрастает душа, не растёт, не ширится, ничего не происходит. И я вижу эти изменения, которые происходят и в семьях, и в родителях. И это... И просто вот мне остаётся ждать и верить в то, что будет найден смысл, что будет найдена в этом радость, что будет найдено успокоение, какая-то вот дальнейшая жизнь. И она всегда находит. Нет ни одного случая, конечно. Вот у нас программа подходит уже к концу. Мы ещё очень о многом не успели поговорить. Надеемся, что мы продолжим ещё с вами вот эти встречи, потому что очень важные вещи вы рассказываете. Но нас поразило, у вас на страничке в Фейсбуке, на вашей страничке есть цитата, процитирована. Такие вот интересные слова. Люди, которые нас по-настоящему любят, меняют нас не через давление, не через требования, и даже не через советы. Их любовь меняет нас через принятие, приятие. Они показывают нам несовместимые вещи. Вот давайте нашу программу закончим этой темой любви и приятия. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, и так и есть. И это касается всего. И моей работы, и моих отношений с моей семьёй, с моими людьми, с любимым человеком. Вот принимая человека всего, как он есть, мы даём ему свободу самому творить свою жизнь. И мы вот, знаете, как вот, ну, занимая такую позицию наблюдающего, и с открытой дверью всегда принять, всегда быть готовым принять в радости или в горе. Вот моя дочка, она вот, когда мне она вот довольно врос, ну, как врослая, 18 лет она уехала от меня, и я знала, что когда она мне не звонит, значит, у неё всё хорошо. Она мне звонит только в состоянии аффекта, или, ах, какой ужас, или, ах, как хорошо. И вот принять её во всех её состояниях, и когда ей хорошо, я ей не нужна, и когда у неё что-то произошло, я ей нужна. делать с открытым. Но важно, чтобы кто-то принял спину, искать этих людей, которые нас также приняли. Спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Напоминаем, что сегодня с нами была психолог и психотерапевт экзистенциальный Ирина Салим, и мы помогали собрать деньги на Лето бабочек. Это специальный лагерь для деток с особенностями в развитии. И мы забыли сказать итоги прошлой недели. Мы помогали 44-летней женщине Инне Тепурвинской, и было собрано, спасибо всем огромное, почти 9 тысяч евро на оплату онкологических препаратов от онкологии, и было сделано 2263 звонка. Спасибо вам огромное. Спасибо, Ирина. Спасибо, всего хорошего. Удачи вам и успехов в работе и любви. Спасибо и вам. Всем. До следующего вторника.